Филологическая елка Добрый день! В эфире филологические новости студии Дмитрий Колесников и Ирина Абрамова. И главная новость к этому часу в Институте филологии журналистики. В эти же все проходит важнейшее событие года. Если ты говоришь от души, если ты делаешь хорошо, делаешь так, как тебе нравится, если ты готов делать это все с любовью, никогда не будет человеку скучно. Человек будет понимать, что это сделано с трудом, с большой заботой, с большим неравнодушием, и тогда точно не будет скучно. Как это от души? От души это сделать так, чтобы всем было интересно то, что интересно тебе. 19 декабря, несмотря на абсолютно непраздничную картинку за окном, в стенах Института филологии и журналистики Университета Лобачевского царила именно новогодняя атмосфера. Но возникла она не сама собой, а благодаря стараниям сотрудников и студентов Института. Вот у нас эта елка вторая, второй год мы проводим, и мы очень надеемся, что это уже начал традиции. На самом деле перед сессией создать настроение праздника очень важно, потому что, конечно, мы ее проводим для первокурсников и абитуриентов, и, конечно, первокурсникам очень важно знать, что ничего страшного в сессии нет, что нужно просто готовиться, что филология – это наука, которую можно освоить, если читать, учить, ходить, знать, понять филологию можно, это интересно, это может быть даже местами весело. Филологическая елка наша отличается креативом. Я сегодня играю бабушку, которая приехала на поле чудес. Нам нужна помощь, чтобы выиграть все микроволновки и чайники этого мероприятия. В первую очередь мы показываем, что такое институт филологии и журналистики, и что такое филологические прикладные дисциплины. А помимо этого рассказываем о том, чем занимается тренингический совет, и показываем, насколько это круто. Новогодние песни, новогодние веселья, новогодние конкурсы, очень много новых новогодних конкурсов молодежных, которые появились только в этом году, так что я думаю, что ребята не заскучают. У нас каждый год что-то новое придумывается, мы делаем новые форматы, новые развлечения. У нас есть старые какие-то вещи, то есть это то, что студенты, первокурсники, наши будущие студенты, будущие битуренты. Мы их водим по нашему институту, показываем, что у нас где находится. А новая у нас сегодня такая есть небольшая, более интерактивная игра, то есть будет больше действенный зритель в зале. Вот, будет все еще смешнее, еще веселее, еще радостнее. Придумать интересный сценарий для праздника – это только пол-дела. Чтобы вдохнуть в него жизнь, необходимо, наверное, самому открыть в привычном уже пространстве что-то новое. Взглянуть на повседневные занятия с неожиданной стороны. Камера будет работать, которая квадратная. Там обычно телетекст. Сейчас вы будете импровизировать, телетекста не будет. Дорогая мамочка, дорогой мой братик, я поздравляю вас с Новым годом и хочу, чтобы следующий год, 2020-й, был для вас сказкой. Было здорово. Нас привели по разным комнатам. Я попробовала себя в роли, так сказать, презентатора на телевидение и мне очень понравилось. Мы попробовали записи, это тоже было очень круто. Посмотреть, как все это работает. Моя подруга записала поздравления своей маме, своему брату. Это было очень трогательно. И очень классно, что вообще есть такая возможность, что институт вообще дает возможности все посмотреть, даже если ты не учишься на каком-то направлении. Написать новогоднее поздравление на сербском языке, рассказать иностранным студентам о нашем городе, познакомить школьников с миром филологических наук и журналистики. И все это в формате игры, шоу со всеми атрибутами Нового года. Я дед Филфак. Я дед Огонь. А я дед Мороз. Перед филологической елкой нужно хорошенько почитать для начала, потому что уровень начитанности очень высокий. И вот дед Филфак нам сразу дал совет, приготовил список литературы. Вот мы подготовились, поэтому сможем помимо подарков поддержать с ребятами беседу на различные сюжеты. Вторая филологическая елка, несомненно, удалась. А главным подарком для всех ее участников станут, конечно же, новые знания и новые горизонты, открытые в этот день здесь, в коридорах и аудиториях старого доброго филфака, где все и всегда от души. С Новым Годом! Еще раз пробуем. С Новым Годом! Молодцы!